В преддверии летнего сезона животных готовят к жарким дням. И если с наступлением тепла главная цель для человека привести себя в хорошую физическую форму, то для альпаки – подстричься. В этом году прическу для самого миролюбивого животного придумывали дети. Их лучшие рисунки стали вдохновением и инструкцией для сотрудников зоопарка. Шерсть альпаки очень ценная, ведь считается самой теплой и гипоаллергенной. По традиции ее дарят местным мастерицам, которые придут к пряжу. Стрижка – стресс для животного, но на работу у опытного зоопарикмахера уходит меньше 30 минут. На этом подготовка к жаркому лету не заканчивается. Лемуров, обезьян и прочую экзотику, как сами называют животных сотрудники парка, выпускают в летние вольеры. Здесь не только свежий воздух и солнце, но и сквозняки. Поэтому для некоторых обезьян зимние домики все-таки оставляют открытыми. К числу видов с восприимчивым иммунитетом относятся и гиббоны, с которыми связана трогательная история. История уже очень давнишняя. Они приехали действительно вот такими маленькими. В группе ВКонтакте можно посмотреть далекие видео. Мы их выращивали всем зоопаркам, поэтому они остались абсолютно ручные и адаптированные к человеку. Каждый из сотрудников зоопарка, кто участвовал в их воспитании, они ко всем относятся, как к своей маме и папе. Поэтому с лаской и с любовью встречают каждого. И это, конечно, передается нашим посетителям. Самая главная эмоция, когда животное подходит и вам улыбается. Любимое блюдо обезьян Бахчисарайского парка – огурцы. Этот овощ животные едят охотнее, чем бананы. Но больше, чем есть огурцы, гиббоны любят петь. В летний период их выступление эхом разносится на километры. В летний вольер выходит и одно из самых опасных животных на планете – бегемот. Согласно статистике, такая взрослая особь в дикой природе убивает около 500 человек в год. Но Фрида – бегемотиха дружелюбная. Её любимое угощение – витаминный коктейль. Правда, кормить животное без подготовки не рекомендуется. Такие трюки выполняют только профессионалы. Фрида, как ты на улице себя чувствуешь? А у хорошего бегемота на уме всегда одно и то же. Лишь бы хорошо кормили. И, как говорится, всех будет развлекать. На территории парка обитают больше двух тысяч особей. Всего 126 видов животных и птиц. Каждому подопечному сотрудники уделяют внимание. Каждому находят подход. Отношение людей откликается в животных, которые с нежностью и любопытством относятся к посетителям. Я считаю, что у меня самая лучшая работа в мире, потому что я общаюсь с животными. Они никогда не обманут и не сделают ничего противозаконного. Если это крокодил, то мы точно знаем, что он нас укусит. Он не будет думать. Он точно укусит. Это заложено у него в генетике. Так же и с обезьянами. Если мы их любили и лелеяли, они дадут эту ласку обратно. А если мы их будем мучить, то и получим назад то же самое. Поэтому обращайтесь лучше с домашними питомцами. Они обязательно ответят вам тем же. Сотрудникам парка предстоит немало работы. К весеннелетнему сезону нужно подстричь всех верблюдов, альпак, лам и несколько видов баранов. А вот разношерстные обитатели всегда готовы к приходу гостей. Светлана Сличная, Дарья Гзюнова, Александр Устич, Вадим Наумов. Севенформбюро. Бахчисарай.